С Днем Победы! Отмечаем сегодня, пожалуй, один из самых трогательных наших праздников. На этот раз 76-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Да, уже второй год с различными ограничениями, но все-таки главное событие этого дня состоялось. Парад войск Кировского гарнизона – это наш парад Победы. Стартовало шествие ровно в 10 часов по Москве. Моя коллега Елена Шарыгина расскажет о том, как город начал отмечать День Победы. От Сталинграда до Берлина прошел на войне кировчанин Андрей Самарцев. На параде Победы на Театральной площади он в первом ряду, несмотря на свой возраст, 98 лет. На фронт он тоже рвался в первых рядах и даже приписал себе пару лет в военкомате и в 16 отправился на войну. Участвовал в освобождении Белоруссии и Польши, воевал в Восточной Пруссии. Победу встретил в Праге. В первом же бою Андрей Самарцев потерял друга. И в этот момент он понял, как это страшно – война. Не нужна она война-то, да? Нет, нет. Ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет. Во-первых, а вот, знаете, война войной – это не так просто. Да. А все же это на смерть люди идут живые. В тылу все пристально следили за ходом боев. В перерывах между сменами на заводе или в поле люди собирались и слушали рассказы о наступлении наших войск. В Кирове их озвучивал Семен Зонов. Во время войны он заведовал больницей при заводе. Вспоминает. На карте с звездочками отмечали освобожденные города и страны. И так до самого Берлина. Все, значит, верили, что победа будет за нами, враг будет разбит. Значит, так. И все делали для фронта. Для фронта. Я бывал чуть не каждый день в цехах. Части и подразделения Кировского гарнизона для парада. Вознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построено. Всех ветеранов пригласили на театральную площадь на традиционный парад победы. В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса. Зато в этот раз 76-ю годовщину победы провели с размахом. Прямо сейчас за моей спиной заканчивается парад на театральной площади. С троем уже прошли солдаты военных частей Кирова и области. Также здесь были сотрудники нацгвардии, полицейские, кадеты и юнормейцы. За парадом наблюдали городские и областные власти. Они поздравили собравшихся с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Наша задача, наш долг сохранить ту память, которую они написали в исторических страницах. И нашей страны, и всего мира. И не позволить переписать историю. От церемонии возложения цветов власти в этом году тоже решили не отказываться. Утром дань памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны отдали первые лица города и области, а также все желающие кировчане. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Довича.